Управление Роспотребнадзора по республике Татарстан считает возможным проведение индивидуальных мероприятий внутри групповой ячейки. Этой новости родители малышей ждали с прошлого года. Они соскучились по утренникам в детсадах. Им быть, сказали сегодня в Роспотребнадзоре и сообщили об условиях посещения детских представлений. На одного ребенка, одного взрослого сопровождающего. Этот взрослый не должен быть в категории 65+. Заведующая администрация принимает на себя решение об возможности организации индивидуальных мероприятий внутри групповой ячейки только при условии отсутствия случаев заболевания, либо какого-то карантина по инфекционному заболеванию. Главное – масочный режим соблюдения дистанции, термометрия, наличие антисептиков. Для всех взрослых должен быть обязательно организован входной контроль, термометрия. Желательно, чтобы был какой-то зеленый коридор, чтобы родители, проходя на этот утренник, не пересекались с детьми из других групп. Татарстанцы продолжают вакцинироваться от коронавируса. В Минздраве сообщили, российские вакцины эффективны против всех существующих штаммов вируса. Действуют против всех штаммов, которые появляются на сегодняшний момент. То есть тот же самый великобританский, южнокорейский, южноафриканский. Сейчас в республике 153 пункта вакцинации. Из них 103 в ЦРБ и поликлиниках. Еще 50 мобильных точек. Не работает всегда, каждое время. То есть проходит определенная запись. То есть лиц, которые прикреплены к этому фельдшерско-кушерскому пункту, приезжает бригада прививочная и, соответственно, вакцинируют. Такой подход стал возможным, потому что были закуплены специальные термоконтейнеры для хранения и транспортировки вакцины. В ближайшие дни в Татарстан поступят еще 13 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5 705 100